Все так совпало, мы честно не подгадывали, но сегодня последняя пятница июня и сегодня наш последний эфир в этом сезоне, который открываем в это утро мы, это Мария Пантази. И Александр Бондаренко, впереди у нас небольшая, недолгая разлука, но сегодня... Мы извиняемся за это, простите, что вы, да, не всегда, но нам тоже нужно выдыхать. Но, тем не менее, сегодня мы еще вместе, впереди еще целый эфир, много впечатлений, много интересных тем и сюжетов. Мы уже говорили о том, что сегодня финальный эфир этого телевизионного сезона. Маша, хвастаться нехорошо, понимаешь, то есть, да, вы уже знаете, что мы уходим в отпуск, поэтому такие цветущие и жизнерадостные, но в любом случае, те, кто будут работать, у вас тоже же отпуск когда-то будет, и мы уже вам тоже желаем, чтобы он прошел. А может, вы уже после отпускные, возможно, довольные, а возможно, нет? Лайтовые, слегка ленивые, тем более пятница, а завтра выходные, и получается маленький отпуск. Да, ну, в общем, мы к тому, что мы еще прощаться, конечно, будем, ну, а пока давайте о делах насущных. Их тоже достаточно, потому что не у всех отпуска, многие сейчас активно работают, ну, вот, например, сейчас идет приемная кампания в нашем госуниверситете, активная пора, естественно, началась она с 17 июня, продлится до 20 июля. Да, время еще есть, конечно, в основном амбитуриенты, ну, которые настроены на поступление в ПГУ, в принципе, и так все знают, без того, чтобы мы здесь, да, рассказывали. Уже выбрали и без нас, потому что июнь оканчивается, поэтому я думаю, что практически 90% свой выбор жизненный сделали. Да, но тем не менее, мы же государственный телеканал, мы должны рекламировать государственные университеты, приглашать вас туда поступать, если для вас эта функция актуальна, и вы абитуриент, тот, кто как раз планирует свое образование. Здесь у нас в студии, вот буквально, кстати, накануне были деканы нескольких факультетов, то есть мы активно вам рассказываем, к тому же, получается так, что есть суперпопулярные направления, где, ну, даже конкурс какой-то есть, например, IT-направление, понятно, оно по всему миру суперпопулярное последние годы, даже уже сложно сказать, сколько последних лет оно суперпопулярное. Как всегда там в топе эконом, ну, всегда, мне кажется, да, все всегда шутили по поводу того, что у нас одни сплошные экономисты и юристы, но при этом есть, конечно, специальности и направления, где острая нехватка специалистов. Например, наш госуниверситет активно работает в связке с Министерством просвещения, это понятно. И Минпрос дает, ну, что называется, заявку, и, например, там нужно несколько сотен воспитателей, да, то есть педагогов дошкольного образования, а наш госуниверситет выпускает иногда там 2, 3, 5, то есть вы понимаете, какое количество специалистов не хватает. И, в принципе, кадровый дефицит – это проблема актуальная для нас, к сожалению, и поэтому тут еще важно говорить, конечно, о тех направлениях, где есть недобор. Ну, это вот в частности, если мы говорим о педагогах, это система образования, поэтому тут сейчас нам хочется обратить ваше внимание именно на этот факультет. Конечно, для того, чтобы стать учителем, там, воспитателем в детском саду, конечно, нужно, чтобы было все-таки призвание. Потому что тут нужно любить детей, нужно быть готовыми коммуницировать с ними на постоянной основе, и это далеко не всегда про радость общения с ребенком. Это очень непросто. Это большой труд. Вот мое внутреннее ощущение, что учителями не становится, ими рождается, потому что, ну, это действительно такая профессия, в которую нужно прийти и любить ее всей душой, несмотря на какие-то противоречия или трудности. Поэтому, конечно, те, кто идут в эту профессию, большие герои. Ну и плюс, вот если говорить о востребованных специальностях, да, тот же IT, рынок IT, конечно, широк, но он тоже со временем переполняется. В каком-то смысле, да, он же уже, наверное, переполнен. В каком-то смысле, да, нужно понимать и планировать свое будущее таким образом, чтобы понимать, что, например, если вы закончили вот дошкольное образование, то для вас точно будет рабочее место, потому что у остальных его придется искать. И мы сами знаем те самые юмористические зарисовки, когда юристы или экономисты, да, продают, стоят на кассах или еще что-то в таком роде. Такого не хочется, но иногда рынок профессий диктует свои условия, да, и какие-то места уже заняты, поэтому приходится работать в другом месте. Да, и у нас, кстати, в студии была декан факультета психологии и педагогики. Она рассказывала, что, учитывая вот такие проблемы, что уже с определенного курса студенты преподают. Ну, потому что вот есть такая необходимость. И подработочка, и опять же практика. Да, и практика, и возможность уже работать, то есть все это есть. Поэтому если вы чувствуете в себе, конечно, этот порыв и понимаете, что вам бы хотелось, да, это непростой путь, но тем не менее, это, конечно, про какую-то миссию в жизни. И очень часто учителя – это очень важные люди в жизни каждого человека. И вот стать таким действительно наставником, не просто учителем по предмету, а по-настоящему наставником, мне кажется, это, правда, может быть какой-то такой человеческой миссией в каком-то смысле. В общем, сейчас мы подводим к тому, что мы отправимся на факультет психологии и педагогики. Расскажем вам о том, какие условия там, для кого подойдет этот факультет, в общем, все детали, подробности в нашем сюжете. Медицинский факультет, врачебное дело, хочу быть врачом, не знаю пока что, каким мне определилось. На журналиста. Почему такой выбор? Как-то за школой заинтересовала профессия, мне нравятся общения с людьми, коммуникации. ПГУ – приемная компания в самом разгаре. В списке популярных профессий, как всегда, юристы, журналисты, переводчики и медики. А вот Александра пришла поступать на не самую популярную специальность – психология педагогики. В будущем – психолог в школе или детском саду. Я с детства вообще интересовалась отклонениями именно в развитии личности, если можно так сказать. Как общество, в котором растет человек, влияет на его будущее развитие, как он будет вести себя в обществе. Интересный факт, что у людей, которые были рождены слепыми, никогда не бывает шизофрении. За первую неделю документы подали 250 абитуриентов. 52 из них на факультет педагогики и психологии. Но этого мало. Дефицит студентов на такие направления, как воспитатель и учитель начальных классов, остается. Выделяют бюджетные места, их порядка 30 для этих специальностей. Топ самых востребованных специальностей. На выходе у нас специалисты дошкольного образования, то есть воспитатели детских садов. Если мы получаем каждый год более 200 заявок по республике, то выпускаем мы просто несколько выпускников дневного отделения. Сегодня сложилась такая ситуация, что школы просят у нас специалистов, очень просят. И мы вынуждены разрешать студентам очного отделения даже со второго, с третьего курса работать. Также остро стоит ситуация, вопрос тем, что в республике учреждения, дошкольные учреждения очень нуждаются в таких специалистах, как воспитатель. Воспитатель, который занимается развитием ребенка, занимается воспитанием, занимается обучением ребенка. То есть он помогает прожить жизнь ребенка-дошкольника, его лучшие годы дошкольного возраста прожить вместе с ним. Педагог-дефектолог – еще одна популярная в этом году специальность на факультете. На это направление свои документы подали более 20 желающих. В чем популярность профессии? Что действительно видят, что профессия востребована, что в этой профессии нуждаются. Нуждаются в первую очередь родители, воспитывающие таких детей с нарушениями. Сейчас в настоящее время, к сожалению, большой рост детей с нарушениями в развитии. С нарушениями в развитии психоэмоциональными, врожденными нарушениями. И сейчас очень актуально, очень остро стоит вопрос о дефектологическом образовании в республике в том числе и за ее пределами. Приемная кампания в ПГУ продлится до 20 июля. Документы можно подать в будни с 9 утра до 5 вечера, в субботу до 2 часов дня. Вступительные экзамены начнутся с 22 июля. Ну а сейчас расскажем вам о Дубосарском центре реабилитации. Мы, собственно, не раз о нем говорили. И это очень важный такой объект в нашей республике, который помогает очень многим детям и их родителям преодолевать непростой жизненный путь. И вот что важно отметить, в основном, конечно, ну в обычное время, там проходит лечение, реабилитацию дети из Дубосарского района. Но понятно, что такой центр вот с такими возможностями хотелось бы, чтобы посещали дети со всей республики. И вот как раз сейчас есть такая возможность. Именно сейчас там, в Дубосарах, в реабилитационном центре проходит лечение, реабилитацию детки со всей республики. Это очень, на самом деле, важно. Вот в этом году курсовую реабилитацию на базе этого социального учреждения прошли 38 приднестровцев. За три года около 200. Это очень важная цифра, потому что, ну, вы понимаете, что ребенок с инвалидностью – это непросто. И для того, чтобы ему помочь, нужны большие ресурсы. Ну и, конечно, нужны и специалисты, которые умеют работать с такими детьми. Нужно оборудование, и все это есть. Есть вот как раз в Дубосарах очень такой, правда, важный центр для всей республики. Ну и вот помимо самого лечения, там, конечно, и душу, так сказать, напитывают детскую, потому что вот театр, в частности, тоже там бывает. Мы были и продолжаем работать с этим центром, с гастролями. Вот я участвовал в спектакле «Дюймовочка», мы приезжали тоже с гастролями. Это был шикарный отклик от зрителей, невероятный теплый прием. И ребята к нам тянулись, и нам удалось с ними пообщаться. И правда, это был очень-очень интересный опыт. И они реагировали, и чувствовалось, что им это очень интересно, что они чувствуют эту энергию и свет, который исходит от нас. Но они давали нам в ответ намного больше любви. И вот как раз Маша говорит о том, что, конечно, нужны специалисты, и все это, все очень-очень важно. Но в первую очередь нужна любовь. И хочется выразить просто отдельную благодарность человеку, с которым я познакомился, и театр познакомился. Это Светлана Завтур, это директор Центра реабилитации в Дубосарах. Невероятно светлый человек, ну правда, просто солнечная девушка, которая вкладывает очень-очень много сил, энергии, и очень много своей любви. Видно, что ко всем детям она относится как к своим. Да и в целом к центру она относится как к своему дому, как будто это ее личное помещение. И видно, насколько много она делает для того, чтобы и дети, и взрослые, которые там тоже присутствуют, и родители, чувствовали здесь себя как дома и понимали, что здесь им помогают. Поэтому отдельная ей благодарность от нас. Да, абсолютно. Светлана Завтур сама проходит непростой жизненный путь в этом смысле. Она на личном опыте знает, как-то непросто преодолевать какие-то испытания. И вот она и своим опытом делится, и, конечно, какой-то безграничной своей любовью. Удивительно светлый человек. И здесь все совпало, да, что вот она руководит этим центром и действительно как-то своей любовью всех оберегает и помогает. Поэтому это такая очень добрая история. И наш сюжет, в общем-то, прямиком оттуда, как там сейчас проходят будни в Дубасарском центре реабилитации, расскажем прямо сейчас. Дубасары – центр реабилитации особенных детей. В бассейне Соня из Бендер. В жилете для плавания танцует. Сама. У девочки аутизм. Она любит, когда никто не мешает импровизировать. А это Маша из Каменки. У нее детский церебральный паралич. Она ходит в обычную школу. Закончила второй класс. Сейчас каникулы. Можно в бассейн и в гидромассажную ванну. А еще гулять с мамой, босиком по траве, есть мороженое, играть и кататься на качелях. Какие тебе процедуры больше всего нравятся? Бассейн, гидровые ванны. Мне очень приятно, очень хорошо. Мы здесь первый раз. Мы из Каменского района, село Ротари. Здесь очень понравилась. Очень красивая территория. И внутри очень персонал хороший. Ванны очень понравились. Первый раз. Еще дочка ванны, гидрование ни разу не было. Очень ей нравится. Бассейн, хорошо теплая вода очень. На улице мы окупаемся, только когда вечером нагревается вода, тоже детки рады. С логопедом занимаемся. Мы буквуэрни выговариваем. Массаж. Получаю парафиновые аппликации, а потом массаж делаю. Училась вчера играть в настольный теннис. Очень тоже ей понравилось. У нас проходят занятия в бассейне. Бывают в групповом составе либо индивидуальные. И гидромассаж в ванной. Годные процедуры, они очень полезны. Они укрепляют иммунитет, способствуют физическому развитию детей. Снижается тонус, что немаловажно для детей, которые проходят процедуры. А это Тимур из Рыбницы. Ему 12 лет. Есть нарушения и задержка в развитии. Нужны лечебная физкультура, массаж и не только. А что тебе сейчас делают? Массаж, уколы. Вкусно мне готовят. Всего мне делают. Молодец. А как твоя фамилия Тимур? Тимур Соловьев. Умница. А сколько тебе лет? 12. И кем ты хочешь быть, когда ты вырастешь? Полиция. Полицейским, да? Да. У Арины из Бендер сегодня по графику парафиновые аппликации. Теплые лепешки ей наложили на руки, шею и верхний отдел позвоночника. Парафин укрепляет иммунитет. Он расширяет сосуды, улучшается микроциркуляция в тканях, все обменные процессы. Мышцы расслабляются, снижается тонус у кого-то ЦП. Вот так нужно лежать 20 минут. Сложно даже взрослым. Ребенку тем более. К тому же летом. На улице 30 градусов жары. В кабинете на 5 меньше. Арина все переносит стойко. У девочки аутизм. Мама говорит, благодаря процедурам и занятиям дочь стала лучше говорить. Знает геометрические фигуры, цвета, много стихов и очень любит петь. Деткам тем по пирожку. А для милой мамочки испеку два пряничка. Кушай, кушай, мамочка. Мы приехали из Бендер первый раз. Нам понравилось все. Мы уже здесь находимся вторую неделю. Ни дня не пожалели о том, что мы находимся в этом центре. Нам все нравится. Процедуры проходят прекрасно. Бассейн, массаж, все процедуры, все игры на свежем воздухе. Все мы проходим замечательно. Получаем положительных эмоций много. Кормят очень хорошо. Вокруг этого центра спортивные тренажеры для детей, качели. Можно побегать босиком по травке. Мы просыпаемся утром и с удовольствием идем на все процедуры. И рады, что у нас есть такой в нашем Приднестровье центр, куда мы можем приехать и провести лечебные процедуры. Этих детей в Дубоссарском центре реабилитации называют курсовиками. Они приезжают из других районов республики на две недели. Столько длится курс реабилитации. В этом году центр принял почти 40 семей. Это в два раза больше, чем в 2023-м. Продолжаем. У нас полностью укомплектовано отделение медицинской реабилитации медицинским персоналом. У нас есть медсестра по массажу, медсестра физиотерапии и два инструктора лечебной физкультуры. Мы в полном мере проводим и реабилитацию для дневных детей. Это Дубоссары и город Григорьевполь. И принимаем без перерыва курсовиковцев республик. И даже имеем возможность уже немножко расширить количество детей. То есть мы раньше брали по четверо детей в заезд, максимум пятеро. На данный момент мы берем и семь, и восемь, и семей, дабы как можно быстрее ускорить очередь, чтобы все могли иметь возможность приезжать к нам немножко чаще. Благодаря тому, что у нас полностью укомплектован штат, мы имеем возможность не делать перерывы между заездами. У ребят четырехразовое питание. Режим в центре свободный. После процедуры занятий можно гулять по городу, ходить на пляж, в магазин или на рынок. Все рядом. Курсовая реабилитация проводится третий год. За это время укрепили здоровье более двухсот детей со всей республики. У нас продолжается летняя классика по-преднестровски. Плюс 30, достаточно жарко, и все пытаются от этой жары спастись каким-то образом. Да, с одной стороны, конечно, лето – это радость, но с другой стороны, жару чаще всего переносит сложная. Вот один из способов с ней бороться – это кондиционеры. Но здесь такой момент. Есть поклонники у кондиционеров, а есть те, кто их критикует. Но мы попробуем в этой теме разобраться с нашим гостем. У нас в студии сегодня Сергей Поезжаев, это директор компании «Торговый проект». Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Ну вот правда, если говорить про кондиционеры, это на самом деле уже такие современные технологии, к которым, с одной стороны, все привыкли, и у многих эти кондиционеры есть. Но, тем не менее, есть достаточно большая категория людей, которые выступают против кондиционеров, называют свои причины. Мы тоже попробуем это все разобрать. Но вот вам, как кажется, все-таки кондиционер – это добро или зло, если в целом так говорить? Ну, я могу сказать сразу, что если кондиционер правильно установлен, в правильном месте, то и правильно им пользоваться, соблюдая несколько простых правил, то от него заболеть, простудиться нельзя. То есть правила эти предельно просты. То есть не нужно ставить минимальную температуру на кондиционере. И разница резкого перепада температур не должно быть. Должно быть максимум 10 градусов – это разница между температурой на улице и температурой в помещении. Не надо стараться его поставить на 16 градусов. А заморозить сразу все помещение. В общем, кондиционер может быть абсолютным добром, если подходить с умом. То есть мысль ваша такая. Ну вот действительно, давайте разбирать вот эти стереотипы. Потому что, правда, те, кто выступают против кондиционеров, они все говорят о том, что легко простудиться, что может в шею надуть и так далее. Они просто говорят легко. Они говорят, я все время под кондиционерами сижу, их включаю, это я все время кашляю, чихаю. Так ли это или есть ли какие-то правила, чтобы, если даже такое происходит, устранить? Ну то есть тут вариант правильной установки, правильно? То есть, естественно, его нельзя, нельзя под ним сесть так, чтобы он у тебя дул, и, конечно, тогда будут проблемы. То есть нужно, чтобы струя воздуха от кондиционера не была направлена на человека. То есть при установке кондиционера лучше избежать, чтобы он был направлен на места, где вы постоянно находитесь. Это на кровать спальную или на обеденный стол. Причем под самим кондиционером вплотную можно находиться, потому что у него есть мертвая зона, и он установлен на высоте, как правило, устанавливается больше двух метров. Поэтому прямо впритык под самим кондиционером в прямом смысле можно. А когда на расстоянии там полутора метров, где струя воздушная уже холодная опускается, то уже нельзя. И поэтому мы рекомендуем всегда и находим места, где можно установить как можно подальше от постоянного нахождения людей. Я так понимаю, что первое и самое важное правило для того, чтобы не простудиться от кондиционеров. И вы назвали еще очень важную вещь, это вот эти перепады температур. Потому что, конечно, когда мы находимся на улице, у нас там плюс 35, мы распаренные, жаркие, нам хочется прийти. Хочется быстрее остыть. Да, прийти, включаем там на какие-нибудь сумасшедшие 16 градусов. Первые пару минут мы получаем невероятно от этого удовольствие, но этот контраст происходит, и, конечно, организм реагирует. Тоже, кстати, самое происходит в машинах, когда тоже разгоряченная машина, хочется сесть, резко охладиться, там врубают на все этот кондиционер, и от этого происходят тоже болезни. То есть тут нужно понимать, что пускай мы будем медленнее охлаждаться, но зато это будет комфортно. То есть до 10 градусов должен быть перепад. То есть если у нас 35 на улице, не ниже 25, он должен быть в доме. Да. Желательно вообще рекомендуют 7-8 градусов. Для того, чтобы, если вы боитесь, что простынете от кондиционера. Так, запоминаем еще одно важное правило. Это вот еще один миф, то, что, опять же, те, кто пользуются кондиционерами, вот сидишь там в гостях где-то, да, у друзей, все нормально, всем прохладненько, все хорошо, не очень большая температура разница, кондиционер выключают. Ты спрашиваешь, зачем мне говорят, есть время, которое кондиционер может работать, потом ему надо остужать. Есть ли такое что-то, или это тоже миф, он может работать круглыми сутками? Ну, это точно миф, потому что кондиционер, он предусмотрен, если он по мощности правильно подобран под помещение, то кондиционер может, он сам себя контролирует. Есть кондиционеры, которые сами отключаются, кондиционер, а есть инверторные, которые просто регулируют мощность, и он никогда, двигатель не отключается. Просто он, если нагнал нужную температуру, он сбавляет обороты. До 30% от мощности, и просто поддерживает. В фоновом режиме работает. Да, в фоновом режиме поддерживает, нету такого перепадов. И здесь тоже напомнили, что, если я уже сказал, инверторные кондиционеры, они держат температуру более ровно за счет того, что не происходит включения и отключения самого аппарата. То есть самого компрессора не происходит отключения, поэтому он в фоновом режиме с минимальными усилиями поддерживает минимальную струю воздуха. И таким образом холод, максимальный холод, струя становится просто меньше и меньше влияет на людей. Есть еще один такой момент. Мы, знаете, позвали вас для того, чтобы собственные мифы развеивать. Я думаю, что многие с этим просто сталкиваются, потому что эта тема очень актуальная. Знаю, что часто в офисах все воюют. Кому-то холодно, кому-то жарко. Кто-то говорит, давайте окно открою. Кто-то говорит, боже, дышать невозможно, давайте кондиционер. И, в общем, очень много разных вопросов в этой связи возникает. Устанавливают кондиционер. Допустим, двухкомнатная или трехкомнатная квартира. Кондиционер устанавливают в одной комнате. И что делают? Включают его тоже на каких-нибудь 16 градусов, открывают везде двери, ну, чтобы он кое-как там охладил близлежащие комнаты. Насколько это вообще правильно делать? Или все-таки, ну, нужно, не знаю, лучше поставить два, но менее мощных, либо один, но который будет вот таким образом охлаждать? В общем, сколько это правильно? Ну, правильно вообще поставить два менее мощных, потому что кондиционер обслуживает ту площадь, ту комнату, где он может дотянуться, воздушная струя. Если ставить один, но мощный, в той комнате, где вы его поставили, будет очень холодно. Да, будет чуть-чуть холодильничек, да? Да, холодильник. А в другой комнате будет очень жарко. И по-прежнему станет лучше, конечно, в другой комнате. Но просто вот опять же тот же перепад. Вы же ходите постоянно из комнаты в комнату, и вот этот перепад негативно скажется на здоровье. Поэтому лучше два маленьких, чем один большой. И кондиционер, он сложно распределить этот холодный воздух по всей квартире, двухкомнатной, трехкомнатной. Вентиляторы ставить тоже не вариант. Ну, в общем, это не совсем рабочая схема. Но есть у вас, я так поняла, такая система вот в частных домах, например, когда можно установить какую-то эту климат-систему, когда по всему дому будет одна нормальная, комфортная температура, так, чтобы не нужно было кондиционер в каждую комнату. Да, это моя рекомендация для частных домов, кто на стадии строительства, проектирования, что самый хороший вариант для частного дома это канальный кондиционер, который ставится один на дом и распределяется воздух через воздуховоды. Там есть приток свежего воздуха, что очень важно, потому что не рекомендуется открывать окна при работе кондиционера, потому что он и так работает в нагрузку. Жара у нас стоит довольно-таки высокая. И канальный кондиционер позволяет через воздушные рукава распределить воздух по всем комнатам равномерно, и в том числе и по помещениям хозяйственным, коридоры, какие-то мини-кладовки и так далее. То есть везде будет одна и та же температура во всем доме. Ну это, конечно, суперкомфорт. Ну это уютно и хорошо. То есть обращайтесь к специалистам, они вам обязательно помогут. Вот как часто нужно ухаживать за кондиционером? И нужно ли вызывать специалиста? Или все-таки можно там, не знаю, сам там щеточкой что-то, внутрь палочкой какой-то? Снял верхнюю, промыл эту решеточку и все. Вот как правильно ухаживать для того, чтобы мы все-таки там пылью не дышали? Смотрите, мы даже для себя сейчас готовим такую памятку для клиента. И вот эти пункты, которые вы задаете вопросы, мы стараемся сюда внести. И здесь одна из рекомендаций, большинство людей не знают и как бы говорят, о, кондиционер купил, он еще на гарантии. Но на самом деле там ничего сложного нет. Внутренний блок кондиционера открывается, достаются сетчатые фильтры, они просто промываются под струи воды, можно с каким-то легким моющим средством. Ну, главное, не переусердствовать, чтобы не повредить их. Высыхают, обратно вставляются, и делать это надо раз в 3-4 недели, в зависимости от интенсивности использования. То есть это то, что мы делаем самостоятельно? Самостоятельно. Где-то раз в месяц, вот такую профилактику, для того, чтобы этот свежий воздух был? Ну, для того, чтобы пыль, все-таки большое количество воздуха проходит через кондиционер. Даже вот, скажем так, обычная девятка, есть такое принятое выражение, там, семерка, девятка, типоразмеры кондиционеров, двенадцатый. Но они разные. И чем более качественный производитель, у него мощность воздуха большую. У одного 280 кубических метров прогоняет, а другой 370. И, соответственно, большое количество цифры, это в час кубических метров он прогоняет. И, соответственно, для... Этот пыль оседает, поскольку там есть влажность, и оседает на кондиционере, оседает на сетчатых фильтрах. И ему надо тоже, чтобы он обратно... Ему тоже надо дышать, да. Да. Чтобы обратно он же не выдыхал, эту пыль обратно в помещение не выдавал, нужно эти сетчатые фильтры мыть. Это мы делаем раз в месяц самостоятельно. Но, мне кажется, все уже знают, что все-таки нужно хотя бы там, я не знаю, вот вы сейчас скажете, как часто вызывать специалистов, которые что-то там еще больше разбирают, и там уже профессионально его как-то чистят. Насколько это важно? Ну, это очень важно тоже, потому что добраться только до фильтров этого мало. Надо провести внутреннюю разборку, промывку всей системы, там тоже есть пыль. Это механизмы, которые работают практически 24 часа в сутки, и у некоторых не останавливаются. Поэтому раз в год, если используется только на охлаждение, раз в год его нужно приглашать специалистов, которые делают полную разборку. У них есть специальные чехлы, которые не повредят даже дорогой ремонт, и промывают внутренний блок, промывают наружный блок. Если используется еще и на отопление, то есть есть такие варианты, что на некоторых помещениях нет отопления вообще. И там необходимо два раза в год производить очистку. Так, это мы усвоили. Еще то, что мы говорили, нужно подбирать его по объему комнаты, помещения, в котором он находится. То есть тут важно эту мощность тоже выбирать правильно, чтобы у нас не было какое-то огромное помещение и какой-нибудь скромненький кондиционер, который не тянет. Это, я так понимаю, все на месте, наверное, специалисты знают, как правильно это подобрать. И вообще, насколько это важно и принципиально в установке кондиционеров. Ну, это очень важно, потому что большинство людей приходят с запросом «Дайте мне на лето, чтобы чуть-чуть прохладненьким дуло». А на самом деле… И вы бьете вентилятор, да? Настольный, да? Вот как раз вентилятор справится, а вот кондиционер более сложный прибор. Многие же так думают, я куплю не такой мощный, и как раз мне будет достаточно. Мне сильно холодно не надо, да. Так делать нельзя. Как раз так делать нельзя, по простой причине, что если кондиционер не будет соответствовать по мощности, он будет… Компрессор будет работать на износ, не отключаясь. И таким образом и техника повреждается, и в вашем случае перерасход электроэнергии происходит. Я даже рекомендую всегда брать с запасом мощности, потому что если есть такие места, как обеденный стол, и куда воздух все-таки холодный поступает, то лучше, когда он идет с большей мощностью, заранее включить, охладить. А когда вы всей семьей сели, и чтобы там ни на кого не дуло, можно его на какой-то период выключить. И вы будете чувствовать себя… Максимально комфортно. Максимально комфортно. То есть в короткие периоды времени он быстрее охладит помещение. Когда вы пошли вечером гулять, к примеру, поставили на турбо-режим максимальный, либо… Вот как случай я писал, что приходят гости, и надо заранее успеть охладить помещение. Так, ну мы на самом деле, мне кажется, на многие стереотипы это, в общем-то, ответили. И главное, это все-таки надо обращаться к специалистам. Ничего не выдумывать. Обращаться в торговый проект, например, приходить, говорить, объяснять объем дома. Опять же, можно, если у вас ремонт намечается, и вы хотите что-то поменять, можно заранее с вами проконсультироваться, для того, чтобы пришел специалист и показал, где кондиционер можно будет повесить удобно, а не чтобы потом вы сами удивлялись, как он здесь появился, правильно? Да, конечно. Мы всегда приветствуем это, потому что, во-первых, нам проще. Мы заранее уже знаем, где он будет стоять. И когда заранее человек обратился, на стадии до начала ремонта, мы можем не только предложить, где его правильно установить, но и заранее заложить фреоновые трассы. А вы их можете в процессе ремонта полностью закрыть. А мы уже, когда вы закончите ремонт, аккуратно устанавливаем уже сам кондиционер. И не видно никаких ни труб, ни проводов, ни короб никакой надо пластиковый, не портит ваш интерьер. Да, это тоже важно учитывать, потому что эстетика, она тоже в этом отношении важна. Много мы уже обсудили стереотипов, но вот есть еще такой вопрос, и обсуждают это тоже, по поводу притока свежего воздуха. Насколько кондиционеры не съедают, не спирают воздух? Потому что многие тоже возмущаются, я, мол, дышать не могу. Насколько это тоже актуально? Ну, конечно, если его не чистить года три, то да, может быть. Но вот тем не менее тоже, насколько миф реальность в этом смысле? Ну, здесь большинство людей думает, что кондиционер через наружный блок закачивает свежий воздух с улицы. На самом деле это не так. Кондиционер охлаждает тот воздух, большинство кондиционеров, 99% охлаждают тот воздух, который находится в вашем же помещении. И свежий воздух не попадает. Более того, производители кондиционеров рекомендуют закрывать окна во избежание перегруза и излишнего износа кондиционера. Поэтому сейчас производители появились новинки на рынке с притоком свежего воздуха. И есть модели кондиционеров, которые дают 60 кубов свежего воздуха, есть 30 дают. То есть есть две модификации. Поверьте, это 60 кубов или 30 кубов свежего воздуха в час. Это достаточно для дыхания одного-двух человек. Но это лучше, чем ничего, когда помещение закрыто, какой-то спортивный, условно говоря, зал, в котором все закрыто, и работает кондиционер, и нет притока свежего воздуха. Но это тоже важные такие нюансы. С другой стороны, если он не притягивает весь воздух с улицы, это тоже где-то плюс, потому что особенно, мне кажется, те, кто живут на нижних этажах, например, какие-нибудь нерадивые соседи покурили, простите, под вашим окном. Нет, покурили, ладно. Я знаю ситуации, когда люди со второго этажа ругались с автомобилистами, которые паркуются или утром заводят автомобили, и там крики и шум. Мои дети дышат твоими выхлопными газами. И сейчас мы ставим точку в этом споре, что ничего там кондиционер не всасывает внутрь. То есть в целом спокойно можно завести машину под работающим блоком, и никто внутри не почувствует. Да, 99%. Ну, понятно. Если уже вам кричит там сосед, я купил вот в торговом проекте вот тот новый кондиционер, который 30 кубов всасывает, тогда уж извинитесь и уйдите. Но если нет, то 99% просто не пользуются этим воздухом с улицы. Вот. Ну, вот действительно, сколько мы сидим, да, сколько мы обсудили уже вот таких каких-то вопросов и стереотипов, которые связаны с кондиционерами. Да, поэтому мы в центре климата торгового проекта всегда даем максимально развернутую консультацию. Нам самим приятно, когда устанавливается кондиционер в нужном месте, в нужной мощности, и реально тот кондиционер, который человек хочет купить, а не тот, который вот здесь и сейчас, чтобы чуть-чуть дуло с самым минимальным бюджетом. Ведь не надо забывать о том, что покупая кондиционер, вы еще оплачиваете и монтаж. И в случае, если вас этот кондиционер придется менять, вам приходится заново оплачивать дорогостоящий монтаж, поскольку это там расходные материалы, работа, все заново. Здесь, если вы уже, да, принимаете решение, то есть все-таки смысл сделать это все так, чтобы это потом реально на вас работало, а не вы были при деле, и потом его там демонтировали, но вы устанавливали, или возмущались, что он не работает. Я хотела, чтобы он чуть-чуть дул, но в итоге это вообще не то, что мне было нужно. Спасибо вам большое за консультацию. У нас действительно такая получилась консультация, но тема актуальна, учитывая наши уверенные сейчас 30 градусов. В нашей студии сегодня был Сергей Поезжаев, директор компании торговый проект. Ну, в общем, смело можете обращаться, ну, и охлаждаться правильно и безопасно, что тоже очень важно. Большое вам спасибо. Спасибо, Иван. Мы уже говорили сегодня несколько раз о том, что мы отправляемся в отпуск, и мы решили, естественно, с Марией общим умом, что же такое, да, по знаком зодиака, в какой отпуск отправиться. Правильно? Ты же волнуешься, ты же не знаешь. Очень волнуюсь. Правильно ли ты поступаешь? Без этой информации я... Ты что? Зря ты смеешься, потому что вся информация проверена. Вот, кстати, тебе подходит, потому что тельцы крайне ценят комфорт и вот там всякие, типа, пансионаты с высоким обслуживанием, отели с пятизвездами, это все твое. И только не палатка. Мне не надо были звезды для этого. И не дикий пляж. Абсолютно. Я не переживу. Кстати, вот это зря. Сегодня реально про нас, потому что, например, козероги, это важно четко планировать, и они привыкли не тратить много денег на отдых, и поэтому, смотри, они любят бюджетную поездку на морское побережье, но с посещением экскурсий. Вот это прям я, реально. Мне как бы вот не особенно важен отель, но я люблю пошалендаться по городу, поехать на какие-то экскурсии, в отеле мне сидеть скучно. Если вы, как Александр, любите пошалендаться, то найти. Вот такое вам слово тоже сегодня дарим из неологизмов. И для нашего босса, вот водолеи, да, опять же, их не устроить, не все включено, не бюджетный вариант. Им нужно что-то вот такое оригинальное, знаешь, там, музыкальный или фуд-фестиваль, экскурсия по заброшенным историческим местам или посещение какого-то редкого заповедника. То есть какие-то что-то диковинное. В целом, главное в гороскопе, что все... Мне вообще кажется, что все абсолютно соответствует. Здесь как будто хочется поверить звездам. Ну, так я про это же, а ты говоришь. Вот эта женщина смеется, а все равно прислушивается, понимаете? Да. Ну что, переходим все-таки к стандартному гороскопчику на сегодняшний день. Он, как всегда, у нас с позитивным настроем. Итак, овны. Интересный и насыщенный событиями день. Овнам предстоит много встреч, знакомств. Возможно, поменяются ваши взгляды на какие-то вещи, или вы получите новый полезный опыт. Если вы одиноки, есть шанс познакомиться с кем-то симпатичным и начать романтические отношения. А если не одиноки, то и не знакомьтесь. Вот так. Терпение и труд все перетрут, а тельцы сегодня вообще в ударе. Так что на работе все сложится очень даже хорошо. А вот вечер посвятите семье и расслабьтесь после рабочей недели. Слушай, обычный твой день, если честно. Обычный день тельцов. А сегодня расслабьтесь после телевизионного сезона, знаете? Вот так. Близнецы, сегодня вы узнаете новость, которая круто изменит вашу жизнь, наполнив ее яркими красками. Сегодня в ваших руках все будет гореть. Главное не сжечь лишнего. Да, тут аккуратнее. Горячие близнецы сегодня. Да. Сегодня раки могут увлечься чем-то одним настолько, что не заметят, как и день прошел. Что бы сегодня ни случилось, ракам следует принимать быстрые решения, руководствуясь тем, что подсказывает сердце, а не разум. Но опять-таки будь аккуратны. Львы, мечтательное настроение и некоторая рассеянность не позволит львам сосредоточиться на работе. Вы можете забывать о каких-то мелочах, не принимать во внимание детали, от которых многое зависит. Но в итоге ошибок вы не наделаете. Просто день у вас такой сегодня. Ну и все. Позвольте себе. Конечно. Девы, договоритесь о встрече с друзьями, будет весело. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать послезавтра. Варь, написано сегодня. И тогда сможете уснуть со спокойной совестью. Вот такие дела. Весы. Хороший день для прохождения интервью, устройства на работу или для важных переговоров. Сегодня весы могут произвести хорошее впечатление на нужных людей, подать себя в выгодном свете. Не стесняйтесь рассказывать о своих идеях или талантах. Кто-то сделает вам выгодное предложение. Ну, это красиво. Скорпионы. Первая половина дня будет для скорпионов расслабленной и медленной. А можно пообщаться с близкими и решить личные дела. Но в это время можно планировать важные разговоры, объяснения и примирения. Вот такой странный гороскоп. Ну что, медленно, расслабленно примиряйтесь с собой. Ну и да, и планируйте какие-то примирения. Стрельцы. Общение в этот день будет для стрельцов не только приятным, но и полезным. Вы с легкостью находите общие темы с разными людьми и убеждаете их в своей правоте. Хорошее время для обучения, своей небольшого объема информации или сдачи экзаменов. Не бойтесь давать советы, если вас об этом просят. А если не просят, тоже не бойтесь. Козероги. Удачный и плодотворный день у козерогов. Работоспособность у вас на высоком уровне. Можно браться за самые сложные и трудоемкие проекты. Больно хотелось. Сейчас вам можно потратить немного больше на себя, не боясь финансовых трудностей. Ну, опять же, настроение заметно улучшится во второй половине дня. Вот такие дела. Добиться успехов сегодня водолеем поможет активная позиция. Чем бы вы не занимались, будьте инициативны, предлагайте свои идеи, советуйте, ищите новые подходы. Есть вероятность, что вы получите важные новости, которые помогут решить проблему, сэкономить время или деньги. О, сэкономить время и деньги это приятно. Рыба. День спокойный и беспроблемный. Рыба эффективно решает насущные вопросы, работают в комфортном темпе без задержек. Звезды советуют выделить время на встречу с близкими друзьями, на разговоры по душам. Возможно, вам сделают интересное деловое предложение, которое надо рассмотреть. Рассматривайте. Рассматривайте. Тем более выходные впереди, уже можно после выходных дать свое решение. В остальном проводите день так, как считаете нужным. Главное, сохранять позитивный настрой, потому что, если смотреть на все с улыбкой и с хорошим настроением, даже какие-то трудности и проблемы, они все-таки мельчают, знаете, они не готовы устоять перед вашей такой жизнеутверждающей позицией. Ну, а сейчас мы отправимся в Рыбницу и там активно проведем время на квадроциклах. Давай. Адреналин плюс головокружительные пейзажи севера. Прокатиться на квадроциклах теперь можно в Белочах. Это село в Рыбницком районе. Здесь Красная скала, водяная мельница 19 века и не только. Для любителей экстрима интересная трасса. Очень красивые ландшафты, очень много воды. Здесь на самом деле, я считаю, что еще более возможно в будущем будет популярная локация, чем у нас в Бендерах. У нас, конечно, более плоскогорье такое. Тоже есть, конечно, местами леса, где есть извилистые дороги. У вас в этом плане, конечно, больше возможностей. И мне здесь очень нравится. И нравится клиентам, которые даже из Бендер приезжают к вам сюда целенаправленно покататься по вашим пейзажам. В разработке трассы к башне ветров в Строенцах с квадроклубом будет сотрудничать турклуб ЭВА. Сейчас разрабатывают свой вояж. Туристы испытывают все грани эмоций. Например, за один тур можно было бы и на квадроциклах покататься, и на скалазанием заняться, и походить по ущельям не хуже румынских, и походить по лесу, где-то сделать даже сплавы на Байдар, как в север считается таким золотым кладом Приднестровья на приключения. Здесь достаточно много маршрутов. Старт квадромаршрута от кафе «Заправка» стоимость 300 рублей в час. Бывают семейные дни со скидкой в 20%. Здесь говорят, стоит раз сесть за руль, и за этими эмоциями возвращаются снова и снова. Расскажем вам и про еще одно эфирное событие. Оно случится 4 июля, но нам очень хочется проанонсировать этот фильм, потому что для нас это история, это, в принципе, история для всего Приднестровья, потому что это первый художественный фильм в истории нашей республики. И снят он был ТВПМР, тогда еще так назывался наш телеканал. Да, и снят он в 90-е, вы сами помните, 90-е, не нужно их описывать. Это не то романтическое время, которое нам показывают в сериалах, это тяжелое, экономическое... Ну, в сериалах иногда показывают тоже, как оно было, конечно. Ну, в целом, да, его немного романтизируют, но мы-то с вами помним, что это тяжелое экономическое, психическое время, непростое достаточно, и что-то в нем творить новое, и тем более снимать кино, было очень-очень трудно, но ТВПМР тогда справился. Да, на самом деле, копнем в историю, наш телеканал, вообще телевидение в Приднестровье появилось в 92-м году. В принципе, да, как вы понимаете, для республики это было тяжелейшее время, сам этот год. Ну, и понятно, что всему учились здесь с нуля абсолютно, техника тоже, это был большой вопрос, очень тяжело она доставалась, много чего-то там пытались, называется, делать на коленках, и вот 97-й год, то есть 5 лет буквально работает телевидение, все еще по-прежнему не просто в целом, да, это 90-е, но вот такая появляется амбициозная идея, ее реализует Людмила Шульга, ну, это абсолютная легенда Приднестровского телевидения, ну, и, конечно, человек с большими планами, идеями, амбициями, вот она выступила автором и сценаристом этого фильма, фильм называется, кстати, мы еще до сих пор не произнесли «Доллар на черный день». Ну, я думаю, что вы и так знаете, мы много о нем говорили, мы рассказывали, мы общались с нашим директором Игорем Семеновичем Никитенко, который выступал оператором этого фильма, он много тоже интересного рассказывал, как это технически было трудно, сколько было задач перед оператором, да, в первую очередь, это сделать и все это снималось по сути по дружбе, там договорились, здесь поговорили, приехали, сняли и уехали, все это было еще и на технике, которую брали в аренду, то есть и время поджимало, поэтому, конечно, на самом деле мы любим говорить о каких-то кино, там, больших, где снимались, там, в большом мире, да, и как там это все героически все выстраивалось, вот у нас перед вами пример «Доллар на черный день», то, как просто энтузиасты, люди, которые горят своей работой и делом, просто решили что-то оставить в веках и у них получилось. На самом деле фильм непростой, как и время, то есть он отражает реально время 90-х, плюс, если вы посмотрите это сейчас, и вы помните, 90-е вы жили здесь в Приднестровье, да, в это время. Это минуточка ностальгии еще будет. то есть вы будете смотреть на то, как выглядели знакомые вам места тогда, там, не знаю, старая набережная, какие-то улицы, это все вызывает, ну, очень такие ностальгические чувства, то есть этот фильм интересно даже просто с точки зрения эмоций посмотреть, потому что, ну, там все наше родное. В чем еще особенность, почему мы его показываем именно сейчас? Дело в том, что, ну, фильм, как вы понимаете, снят был в 90-х, соответственно, и качество из 90-х, да, оно совершенно другое, не такое, как сейчас, это не супер HD, но современные... С другой стороны, сейчас это аутентично и даже модно, сейчас в этом стиле фильмы снимают, понимаете? но, в общем, современные технологии помогли нам подтянуть качество, и сейчас оно такое, что его можно все-таки показать, и картинка будет достаточно хорошая. В общем, мы оцифровали фильм «Доллар на черный день», это тоже важно, это сохранение нашей истории, потому что это, правда, первый художественный фильм в истории нашей страны, и, в общем, на экраны, в оцифрованном виде, он попадет как раз 4 июля в нашем эфире, сразу после выпуска новостей, после Кэба. не пропустите, подарите себе вот эти вот минуты ностальгии, мы уверены, все так и будет, ну, а сейчас небольшой анонс, трейлер, так сказать, этого фильма, чтобы вы тоже уже посмотрели несколько кадров, ну, и себе поставили пометочку на 4 июля. Драма, которая никого не оставит равнодушным. 4 июля, четверг, вечер, сразу после Кэба, на Первом Приднестровском. Лето – это маленькая жизнь, и так любит говорить моя бессменная сведущая Мария Пантази. И это на самом деле так, и для того, чтобы это было маленькой жизнью, нужно эту жизнь чем-то наполнять. Конечно, некоторые, по моему примеру, наполняют эту летнюю жизнь ярким лежанием на диване и чтением книг. Но, опять же, я тоже люблю какой-то подвижный отдых, наверное, не так часто, но все-таки тоже я ищу новых ощущений, как и все мы. Поэтому нужно подбирать что-то с интересом. Конечно. Ну, и мы всегда говорим о том, что отдых, как и свои там рабочие планы, нужно планировать. это очень-очень важно, чтобы в итоге у вас было ощущение, во-первых, смены деятельности. Все специалисты, психологи рекомендуют что-то менять для того, чтобы вы делали то, что в обычной жизни не делаете. И вот активный отдых, это как раз про это. Плюс это возможности как-то подвигаться, немножко запустить физически себя, ну и плюс получить новые впечатления. И так как мы уходим в отпуск, мы вам хотим на перспективу рассказать вам несколько вариантов активного отдыха, например, в июле, вот как раз пока нас не будет. Вот смотрите, например, 6-7 июля, это в общем-то уже совсем скоро, двухдневный тур обаяния Приднестровского Севера. Смотрите, тут у нас экскурсия по Григориополю, обед с видом на Рыбницу, экскурсия в селе Катериновка, Рашков, ужин и ночевка на Фазенде, садки и в казачьем гостевом доме. Дальше экскурсия в селе Валя Адынка, участие в фестивале День Семьи и Любви и Верности. И смотрите, очень важно, стоимость 1350 рублей. Но учитывая, что у нас действует туристический кэшбэк, это вообще суперкрутая опция и поддержка со стороны государства, половину этой стоимости вам вернут. То есть получается, это выйдет где-то, сколько, 600-700? Это ты заканчивай экономически, а не я, давай, считай. 700. Ну плюс-минус, 713 будет. Нет, меньше, меньше 700 рублей, конечно. Меньше 700 рублей, и тут два дня с ночевкой, с полноценными развлечениями, с обедами. Это очень круто. И посмотрите, сколько всего вы увидите. И будут развлечения, то есть на фестивале, будут просто экскурсии. Фазенда Садки, например, прекрасное место. То есть это действительно, когда вы отдыхаете вот на природе, то есть вы чувствуете все это. Плюс Север Республики, мы обожаем об этом говорить. Если вы, например, с юга, ну как минимум, там есть Располе, Южане. Они на северян посмотрят по-другому, ну просто потому, что там действительно другая картинка, там уже холмы. Там есть то, чего, например, нет в этой части, южной части Приднестровья. Это правда отличается. И, соответственно, природа там другая, там дышится по-другому, там тише и спокойнее. Ну и плюс холмы создают ощущение, как будто бы это даже горы, если можно себе так это представить. Ну это правда горы. Вот. Поэтому вы получите огромное удовольствие. Вот такой двухдневный тур, можно с компанией друзей, можно со своей семьей. Ну и плюс, согласитесь, вот этот туристический кэшбэк вам возвращает 50% стоимости. И за эти деньги вы сами не организуете себе такой тур, это будет дороже. А здесь все для вас уже придумали и абсолютно адекватная стоимость. Поэтому с удовольствием приглашаем. Да, еще можно, если вы не хотите с ночевочкой, то 6 июля, например, отправиться экскурсию с троинцем Рашков, тоже посетить наш север. И там тоже приятный кэшбэк в виде 20% будет. Либо прям пойти в поход 7 июля, выхватиться в Воронково и там исследовать самый большой и загадочный каньон Приднестровья. Опять же, с кэшбэком в 20%. Это очень приятно. Да, вот еще предложение, например, там на конец июля, 21 июля, будет сплав Бендер и Тирасполь. То есть, вы понимаете, что это не так долго по продолжительности. Вот, тут есть детский, взрослый, семейный билет. И опять приятное слово, кэшбэк 20%. 20%, да. Ну, мы все любим. Ну, скажите честно, что когда вы в один известный магазин заходите, утром вам приходят 7 рублей обратно на карточку, вы говорите, ой, да мне и не надо было, у самого-то что-то в душеньке-то теплится, что-то доброе-то происходит. Слово кэшбэк, оно привлекательное со всех сторон. Ты так всего говоришь, я предлагаю, чтобы Маша озвучила смс на телефон и Машин голос, кэшбэк. Особенно, когда кэшбэк 50%, понимаете, это же как хорошо, как греет душу. Особенно за то, что вы этот кэшбэк получаете за то, что вы насладились невероятными красивыми видами Приднестровья и наполнились собственной любимой республикой. Поэтому отправляйтесь, путешествуйте по родной стране, мы всегда к этому призываем. Да, ну и сейчас наш сюжет тоже про варианты отдыха. Мы настаиваем на том, чтобы вы хорошо отдохнули. Лето, оно создано для того, чтобы отдыхать, чтобы устраивать себе какие-то вылазки интересные. Не отказывайте себе в этом. Поэтому сейчас еще несколько таких подсказок, вариантов досуга, чтобы правда лето не прошло мимо вас. История, ландшафт, свежий воздух и головокружительные виды. От каменки до Бендер есть на что посмотреть и где отдохнуть. Лето – период отпусков и каникул, и это отличная возможность узнать наш край. Вот топ-5 мест, куда можно отправиться. Стас, мы с тобой начинаем с Бендер. Почему отсюда? Что здесь интересного? Здесь самая богатая история городская в сравнении с остальными городами Приднестровья. То есть Бендеры пережили гораздо больше исторических этапов, чем любой другой город. Начиная от строительства крепости, заканчивая тем, что создавалась крепостная экспланда и перемещался город немножко подальше от крепостных ворот и начинали возводиться уже церкви, соборы, дома, мельницы. И вот мы узнаем, что же происходило здесь в Бендерах сто лет назад, двести лет назад, о чем говорили люди, что их интересовало, что они ели, куда ходили, какие здесь были лавки, кто был посетителем этих лавок. То есть мы узнаем о прошлом нашего города вот буквально-таки все. В этом году появились две пешеходные экскурсии по городу. Нумизматическая. Гид рассказывает историю Бендер через призму монет и денежных знаков, которые ходили когда-то здесь в обращении. А другая классическая, пешеходная. Старые фотографии зданий и архитектура. Гуляя по городу, можно узнать о многом. Хотелось бы обратить внимание на село Валиадынка Каменского района. Там можно увидеть знаменитый головатый камень, который оглядывает все село с вершины холма, на котором находится. Там можно увидеть уникальный грудь Кормолюка, гигантский камень, в котором выдлублено жилище, где якобы, согласно легендам, укрывался то ли разбойник, то ли Робин Гуд у Стим Кормолюк. Ну и, конечно же, природа. То есть потрясающая долина, чистая речушка, которую местные называют золотая уединение, тишина, местная архитектура и землянки. Дальше Рыбницкий район, села Выхватинцы и Воронково. Здесь сохранился единственный вокзальный комплекс. Здание, кафетерий, дом станционного смотрителя и каптаж с родниковой водой для паровозов. После этого переезжаем в село Выхватинцы. Выхватинцы – это у нас место рождения Антона Рубинштейна. Антон Рубинштейн – известный, выдающийся композитор прошлого века. И очень интересная история его рождения там. Ведь когда мы вспоминаем, говорим о том, что человек родился в этом населенном пункте, то, наверное, там его мама, бабушка, родители. Но там история очень интересная. Но сам Рубинштейн все равно считал местом своего рождения именно Выхватинцы. Мы посетим его дом-музей. Точнее, это музыкальная школа, которая была построена им же на его деньги в начале 20 века. Но сейчас это уже музей непосредственно Рубинштейна. А еще это уникальное село, где обнаружили древнейшую стоянку человека. Как люди добывали огонь, на кого охотились и как жили. Обо всем расскажет гид. Вот наша экскурсия по Григориопольскому району начинается с картодрома. Потому что картодром это символ Григориопольского района, символ спорта местного. Поэтому мы катаемся на этих местных картах, а потом едем уже дальше исследовать район. В частности, посещаем, например, немецкие колонии. То есть тоже много где об этом говорят, но очень редко проводятся туда именно экскурсионные туры. Дубоссарский район у нас с выдержкой, потому что там сейчас стали доступны экскурсии на виноградники. То есть можно увидеть весь процесс производства, того, как все это взращивается на наших полях, перерабатывается и попадает уже непосредственно на стол потребителю. И после этого отправляемся уже на прогулку по заповеднику Игорлык. Благо там тоже все меняется, все благоустраивается. И, конечно, отправляемся покорять водную стихию. На лодках и байдарках наслаждаемся невероятными видами и красотами берега. В Приднестровье у нас богато тем, что у нас есть река Днестр, на которой можно отдохнуть, не выезжая из Приднестровья, не имея специального опыта, допустим, в гребли, на туристических байдарках, сплавится на один-два дня. Есть разные маршруты разной ценовой категории, однодневные, двухдневные. Самые популярные это и доступны это Бендер и Тирасполь на один день, это Спея и Бендер, один из самых красивых маршрутов тоже на один день. Это маршрут Тирасполь-Слабазея, также двухдневные маршруты Григориополь-Спея, допустим, Тирасполь-Чобручи, Бендеры-Слабазея, и двухдневный маршрут по северу Республики, с Каменки в Рыбницу, с Красного Октября встроенцы, то есть есть несколько маршрутов, плюс сейчас многие, большинство маршрутов можно купить на сайте Билет ПМР с кэшбэком 20 либо 50 процентов. Ближайший сплав 6 июля, маршрут Спея-Бычок. В программе красивые пейзажи, чаю костра, экскурсия в заброшенные штольни-Бычка. Пешком на машине или байдарках каждый в Приднестровье найдет отдых по душе. Пользуйтесь кэшбэком и отдыхайте с удовольствием. Чтобы вы не говорили на следующей неделе «Боже, где программа Доброе утро Приднестровье? Куда она пропала?» Посмотрите, как человека не отпускает мысли об отпуске и она не устает вам об этом напоминать. Мы вам напоминаем, что сегодня финальный эфир этого сезона. Вернемся мы в августе, а в июле у нас будет такой период разлуки, так что мы поскучали друг по другу. Вы от нас отдохнете, во-вторых, мы наберемся новых впечатлений для того, чтобы делиться с вами. Непростая работа быть утренним ведущим, вас будить и быть бодрым в течение года, и поэтому нам нужен тоже отдых. Также любимая программа «В путь по новому» тоже отправляется на заслуженный отдых. Артем Мазур, Анастасия Чернятинская тоже будут отдыхать, набираться сил, а главное искать новые идеи для выпусков. Но вы тоже сильно не скучайте. Есть целый YouTube-канал, на котором есть и все выпуски программы «В путь по новому», и все выпуски старого в пути, и все-все-все наши проекты, поэтому если вы где-то почувствуете ностальгию, слеза пречет по вашей щеке, знайте, что на YouTube мы вам снова начнем улыбаться. В целом, вы можете включать выпуски и просто чувствовать, как будто мы в отпуск и не уходили. У нас там удобно есть созданные плейлисты у каждой программы, поэтому что вашей душе угодно, то включайте, пожалуйста, можете по утрам нашу программу просто на повторах включать и смотреть, и будет ощущение, что мы в отпуск и не уходили. плейлист, заходите, смотрите. Да и в принципе все проекты Первого Приднестровского есть на сайте канала, есть на YouTube-канале Первого Приднестровского, так что мы всегда рядышком в любое удобное для вас время, поэтому я думаю, что эта разлука пролетит, пройдет очень так, да быстренько, да. Все проходит быстро. Мы вернемся, но а пока мы решили про отдых и про отпуск спросить у экспертов, они у нас, естественно, ну, такие, знаете, невеликовозрастные. которые по три месяца отдыхают и говорят, что им все равно мало. Истина, она действительно в устах младенцев, ну и Женя Вьюшков поспрашивал у них, что ж такое отдых и как его сделать так, ну, чтобы он действительно прошел на ура. Привет. Меня Женя зовут. Меня Валерин. Сегодня я хочу поговорить с тобой по поводу отдыха. Как ты отдыхаешь? Еду на бассейн, на пляж. Это лет? Или это зимой ты так отдыхаешь? Летом. Летом ты идешь на бассейн, на пляж. А что важно на этом отдыхе? Нужно ли обедать? Надо. А на отдыхе нужно читать книги? Надо. Или надо полностью освобождать свой мозг и отдыхать? Надо освобождать мозг. А он час и загружен? Иногда. Иногда. Ну, не так часто. Да. Я люблю купаться в бассейне, готовиться к школе, ходить в парк, лезть на мороженое там, еще ходить на море, загорать. Хорошо. А экстремальный отдых? Ты любишь лезть на крышу дерева или прыгать с гаража на гараж? Нет. Поехать на бассейн. Угу. Хорошо, я запомню. На море. На море. На пляж. На пляж. На лиман. На лиман съезжу. Бабушке помогать. Хорошо, к бабушке схожу. И деду помогать на поле. Ага, и дедушке на поле. Влезть на арбузов и дынь. Вот это заявочка на победу с арбузами и дынями, потому что действительно летом это момент, когда можно насладиться такими вкусными фруктами. Что еще? Летом еще можно приехать с родителями в лес на отдых. Угу. Совершенно верно. Лес это классно. Главное там убирать за собой и много заниматься спортом. Я летом надуваю бассейн с мамой, а потом наполняю, а потом купаюсь. На кухне? Нет, я уже купаюсь на кухне. Нет, я бассейн надуваю. Да, а потом куда его ставим? На кухню поставили вместо стола. И все, и все сидят в бассейне и отдыхают. Я его ставлю на улице. В богороди. Зовем всех друзей? Да. Побольше времени с друзьями проводим? Я с мальчиками буду там купаться. Хорошо. Только с мальчиками? Да. Все? Говорит. Сколько должно быть мальчиков? Ну, у меня где-то их... У меня их 100. Ну ладно, с этим у меня их только 2. Скажи мне сейчас, как ты будешь отдыхать летом? Увидеть бабочек. Можно поехать в поход, на отдых. Куда? В Бельгию. В Бельгию? Да. Все, договорились. И раз в Бельгию, так в Бельгию. Хороший выбор. Мне нравится. А после Бельгии куда мы едем? Домой. Еще можно летом собрать букеты, сделать из них. Цветы? Да. Горите, женщина, цветы. Без повода и без причины. Мои родители... Вот если у них выходной, они очень уставшие. На улице лето-жара. Как они отдыхают? Ну, постоянно они лежат на диване и смотрят телевизор. Там всякое кино. То есть взрослый отдых, это лежать на диване и смотреть телевизор. Они не идут с тобой во двор играть в футбол? Нет. А в горы с тобой идут? Нет. А мультики с тобой смотрят? Я мультики не смотрю. А, ты уже взрослый. А как родители любят отдыхать? Смотреть телевизор, есть ямочки и спать. То есть, в принципе, ясно в кого ты пошла. Ты тоже любишь покушать? Это вид отдыха твоего? Ага. Я очень люблю поесть. Вот если у тебя день отдыха, миску с чем-то берешь? С оливье? Да. И с шашлыком. Оливье и шашлык? Да. Это классный отдых у тебя, да? Угу. А чем запиваешь? Оливье. О, ясно. Здесь хороший уровень подготовки к отдыху, друзья. Нужно много спать, много есть и иногда выходить на бассейн и на море. Спасибо тебе большое. Это было великолепно. Просто идеально. Давай, кай. Все, что нам осталось рассказать сегодня, это погода, но она будет летней, поэтому даже когда мы будем в отпуске, не переживайте. В целом, вы можете пересматривать именно этот выпуск, и она будет такая же весь июль. Особенно ничего не изменится. Да, смотрите. Уверена, 30+, ну все как положено. Маша 30+, погода 30+. 30+, да. Знаете, как говорит, вот буквально недавно Виталий Каливенко же давал интервью, он говорил, нормальная классическая. Ну да. Нормальная классическая летняя Приднестровская, это вот примерно вот так. Ночью 15-17, днем 29-31, на солнышке, наверное, до плюс 35. Да, скорее всего, такая же погода. В центре, движемся на юг. Я думаю, что на юге там тоже будет примерно та же обстановочка. Опять же, ничего особенного не меняется. Солнечно, где-то будет дождик, иногда ветер, но в целом это будет наше доброе жаркое лето. И проведите его так, как вы себе задумывали, планируйте его, и пусть все случится так, как вы думали. Если вы что-то давно откладывали, вот вам знак, что это пора перестать делать. Прекрасного вам июля. Мы будем немножечко скучать, но затем мы к вам вернемся с новыми силами, с новыми идеями. Желаем вам, правда, каждый летний день проводить, ну так, как будто это праздник. Все ведь очень часто зависит только от нашего восприятия, поэтому просто с позитивом смотрите на каждый летний день. Да не только на летний, в принципе, на все дни. На все. Я думаю, что мы, правда, не заметим эту разлуку, очень скоро к вам вернемся. Ну а пока прощаемся, благодарим вас, что вы были с нами на протяжении всего этого сезона и, собственно, на протяжении предыдущих. И будущего сезона мы уже заранее благодарим. Абсолютно точно. Ну а этот финальный эфир сегодня для вас провели Александр Бондаренко. И Мария Пантазии. Надолго не прощаемся, смотрите нас на ютьюбе, ну и ждите нашего возвращения. Да, любим вас, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok